представитель баре алибасовые группы на на вадим горжанкин в беседе с принадлежащим григорию березкину рбк отреагировал на сообщение врачей о том что продюсер якобы инсценировал свое отравление реклама по словам горжанкина в ближайшее время алибасов покажет медицинские документы доказывающие что инсценировки не было версии можно строить сколько угодно особенно когда они пользуются спросом данные врачи не лечили баре алибасова скором времени широкая общественность узнает всю правду пообещал он а тем временем народная артистка россии наталья фатеева заявила что не верит в отравление алибасова она убеждена в том что скандалы с его участием являются недопустимыми и постыдными в настоящее время фатеева проходит реабилитацию после серьезной травмы сообщает портал бимру звезда фильма 3 плюс 2 вынуждена передвигаться на ходунках после тяжелого перелома шейки бедра и многочисленных операций несмотря на преклонный возраст и тяжелую жизненную ситуацию артистка почти полностью обеспечивает себя самостоятельно изредка принимая помощь от родных или близких друзей спасибо жене и маши мироновым они оплачивают мне помощницу раньше помогали с лекарствами и едой а сейчас прибавили пенсию сама все могу купить я себе не люблю говорить да была операция по замене шейки бедра но это мое здоровье и моя жизнь все что обо мне пишут врань ей придумки но мне на это наблевать цитирует артистку издания вместе с тем 84-летняя фатеева отметила что нормально себя чувствует она научилась передвигаться без посторонней помощи на ходунках и с оптимизмом смотрит в будущее ранее на первом канале показали выпуск программы привет андрей телеведущего андрея малахова которая была посвящена выписке из больницы алибасова помимо прочих в студию была приглашена певица марина хлебникова как ты мог убила бы ты же знаешь что андрея логинова первого мужа певицы нет в живых сказала певица обращаясь к алибасову как вышла в студию однако гости программы большей степени были встревожены внешним видом самой артистки марина что с вами вы не узнаваемы заявила экс-участник проекта дом 2 рустам солнцев ранее признавшийся что считает историю с отравлением продюсера пиаром как позже выяснилось сам продюсер до встречи с хлебниковой якобы не мог ее вспомнить сообщалось что после того как он случайно выпил средства для очистки труб артист стал испытывать серьезные проблемы с памятью так 11 июня его сын рассказал что после выхода из медикаментозной кома отец ничего не помнит долгожданная новость отец проснулся сейчас это самое главное правда пока он не может говорить и совершенно ничего не помнит даже то что он баре алибасов полная амнезия конечно это страшно надеюсь отец все-таки придет в себя приводит его слова сайт кп.ру в студии топ-шоу алибасов появился в коляске сопровождаемый артистами группы на на при этом малахову бросившемуся ему навстречу алибасов сперва неожиданно плюнул в лицо а затем поцеловал по ходу программы продюсер не раз интересовался у телеведущего кто он такой решетку позже стало известно что алибасов убежден в том что его подруга могла накачивать его наркотиками задолго до его госпитализации в ней имени склифосовского сообщает радиостанция говорит москва представитель артиста вадим горожанкин сообщил изданию что диетолог которая одно время оказывала баре каримовичу медицинские услуги отныне не будет заниматься его реабилитационным лечением сам алибасов не исключил что женщина могла продолжительное время скармливать ему психотропные препараты угрожающие его жизни и здоровью а также материальному благосостоянию чтобы подтвердить или опровергнуть это предположение я сдал анализы на наличие психотропных веществ жду результаты отметил продюсер по его словам в случае если результаты медицинских тестов подтвердят его опасения он будет вынужден обратиться в суд для дальнейшего разбирательства вместе с тем родственников алибасова беспокоит и тот факт что медик интересовалась документами на принадлежащую продюсеру недвижимость